Итак, мои дорогие друзья, мы говорим с вами о препятствиях. Если вы думаете, что у Бога есть идея кому-то дать возможность в этой жизни не иметь этих препятствий, то вы ошибаетесь. Главная цель жизни на земле для Бога, именно для Бога, это препятствия, которые вы чувствуете на своем пути, может быть, сейчас, а может быть, чувствовали когда-то до этого, и поэтому пришли на эту лекцию. Это его идея нашей жизни, это не наша. Наша идея — это счастье, потому что мы созданы для счастья, мы духовные существа, мы должны жить в духовной реальности вообще, мы должны вечно жить, никогда не умирать, вечно любить. Мы для этого созданы, но мы сейчас пока не готовы, мы не развиты для этого, у нас не хватает знаний. Поэтому эта жизнь предназначена для того, чтобы было препятствие, это желание Бога. Препятствие кому? Тому, кто идет неправильным путем. Если, допустим, вы идете неправильным путем, наступают трудности судьбы. Это препятствие? Нет. Это просто то, что закаливает человека. Вот, допустим, если сталь, допустим, обливают холодом, обжигают огнем, она становится очень крепкой, булат, очень крепкая сталь. Невозможно ее разрушить. Почему? Потому что она на правильном пути. Понимаете? То есть она идет туда, куда надо. Она уже поняла, что ей надо быть мечом. И все препятствия, которые также по судьбе идут, не являются стрессом для него. Потому что это ее только закаляет, ее сердце становится сильнее и крепче. И в сердце нет отчаяния, нет чувства преграды, нет разрухи, мир не блекнет, когда я иду дальше, туда, куда я хочу идти. Мир не блекнет, я не чувствую, что все плохо, у меня не рушится сердце, я не перестаю спать. Но если это все происходит, значит, это не сталь закаляется. Это значит, что ты остановись. В чем остановиться? В своем желании. Ты хочешь вернуть человека? Стоп. Это не твоя жизнь, не главное в жизни. Если хочешь дальше подойти, потеряешь этого человека. Хочешь вернуть своего ребенка? Стоп. У тебя все разрушается в жизни. Ты не знаешь, как дальше жить. Стоп. Это не то, что тебе надо сейчас делать. Разберись со своей жизнью сейчас. Пойми, что есть Бог, есть природа. Научись видеть все это, научись верить в Бога, стань сильным. И потом, когда ты станешь сильным, твое желание... У тебя есть желание? Ну, куда он денется, правда? Ну, человек хочет так думать. Куда он от этого денется? Просто ты отодвинься от этого желания. Если можешь, если не можешь, ты погибнешь. Люди иногда умирают в этом жизни. Ну, в следующей жизни придется с самого рождения сдавать тот же самый экзамен. Гибель не выход. Вот этот мой знакомый, он в следующей жизни уже с самого рождения будет чувствовать это препятствие. Что он своим близким человеком не может помочь. И он должен будет от этого отвлечься. Иначе и следующую жизнь он потеряет. Потом еще одну и так далее. Пока он не поймет, что надо научиться верить не в человека, не добиваться от Бога своих желаний, а отвлечься, подумать о Боге. Настроиться на то, что приносит счастье, на высшую силу. И потом уже побеждать судьбу дальше. И победа судьбы бывает двух вариантов. Первый вариант. Ты идешь дальше этим путем спокойно уже, если Бог позволяет. Нет препятствий уже. Ты сдал экзамен, ты любишь Бога, у тебя в сердце все спокойно. И видишь, что тебе туда даже не надо. Но это не случай с сыном. То есть это туда надо всегда. Бог хочет, чтобы отец был с сыном или с дочкой вместе. Это не случай с этим. Понимаете? Это другой случай. Но в этом случае надо сначала найти себя, а не ребенка. Нашел себя, успокоился, понял свои ошибки. Понял, что несправедлив был с женой. Забрался. Все трезво, спокойно. Не трогай жену, потому что знаешь, что ее сейчас не надо трогать. Ни плюс, ни минус, ничего ей не давать. Потому что ей надо просто отдохнуть от тебя. Все. Ты это знание получаешь. Желаешь ей счастья в сердце. Пишешь ей хорошие слова в смс-кете. И больше ничего не хочешь. Не встречаться с ней, ни с сыном, ни что-то еще поменять. А просто вот добрые слова. Все. И самодостаточное настроение. Все. Дальше. Так, так ты сдал свой экзамен. Ты получишь одно из двух. Или знание. Или удачу. В данном случае удачу. Потому что знание уже есть. Отец должен быть со своим ребенком. Знание это есть. Это такое знание. Всегда это так должно быть. Мужчина, женщина не всегда должен быть. Не всегда это является знанием. Но отец должен быть со своим ребенком. Это значит, что отношения вернутся, когда будет сдан экзамен. Обязательно. Но сейчас, если туда идти, то там будет только разруха и разрушение жизни. Можно потерять свою жизнь не только ребенка, если идти туда, куда не хочет Бог. Потому что, если ты привязан к чему-то больше, чем Богу, то надо сдавать экзамен. Если тебя тянет куда-то, и там все разрушается, разрушается в сердце. Это значит, что туда не надо дальше идти. Надо остановиться. Это называется стресс. Что такое стресс? Ты теряешь силы на что? На то, что победить не можешь. Кто может победить Бога? Поднимите его. Никто не может. Куда не надо, значит, идти. Бога никто не может победить. Да Бог ставит стенку в сердце. Вот у вас стенки в сердце непреодолимые препятствия. Это не значит, что это событие не придет к вам в жизнь. Ничего это не значит. Это значит, что сейчас об этом думать не надо. Если вы сейчас об этом будете думать, вы разрушите свою жизнь. Или почти разрушите, или сильно подпортите. Ну, то есть, если в сердце чувствовать, ааа, я не могу, я плохо. И вы идете туда. Называется стресс. Стоп. Остановись, человек. Перестань думать. Остановиться означает мысли. Мы говорим, идем, когда идешь куда-то, значит, думаешь. Если ты спишь, думаешь о чем-то, и там плохо, значит, стоп. Вы скажете, а как не думать? Это уже другой вопрос. Это сегодняшняя тема вопроса. Не думать означает любовь. Ищите любовь. Поймите, что есть любовь в природе. Если человек истощен, у нее нет сил, он даже не может кушать от стресса. Иди на природу. Первая любовь, которую ты должен найти, это природа. Это твоя мать. Это природа дала тебе жизнь на земле. Это твоя мать. Понимаете, природа живет женщине. В женских энергиях, которые дают возможность зачать ребенку. Это природа, это энергия, понимаете. Дает. У женщины нет таких сил. Они говорят, нет, ты говоришь, я иначе не могу забеременеть. Я говорю, иди на природу. Иди бегай на природе. Купайся. Каждому что-то свое советую. На земле стоит. Возле деревьев стоит. Иди на природу. Тебе не хватает силы зачать. Ты не можешь зачать сама. Природа зачинает. Иди на природу. Она тебе поможет зачать ребенка. Полюби природу. Если у тебя нет сил. Если ты не можешь кушать. Не можешь спать. Тебе не надо к психологу идти. Не надо к астрологу идти. Не надо никому идти. Надо идти в лес. Идти на природу. Она даст тебе силы жить. Ты спать начнешь. И кушать начнешь. Легче станет. Мысли плохие не пройдут. Но! Станет легче. Сначала тебе нужно приобрести силы, понимаете? И чтобы приобрести, надо учиться любить природу прямо сейчас, мои хорошие. Надо учиться бегать на природе, зарядку делать, купаться, смотреть на солнышко, швать, цельчать. Надо учиться. Мы ошиблены от этого всего. Раньше люди так не жили, как мы. Мы зашоренные, понимаете? Лошадь, знаете? Она смотрит только вперед. Но она не может по бокам. Понимаете, мы не видим этого мира, и это значит, что мы ограничены во время стресса. Человеку, чтобы отвлечься, когда судьба действует, она сильно приковывает человека к какой-то мысли. И он не может оторваться, поднимите руку, кто даже спать не может, думает, 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 думает. Все это судьба так действует. Вас приковало. Если вы будете дальше туда думать, вы можете умереть даже. Понимаете? Нужно заставить себя подумать о том, что приносит счастье. А это сначала природа. Природа лечит человека, и самое первое, что лечит, это мать. Нужна мать, понимаете? К матери нужно, к матери природе. Но мы не знаем ее, мы не чувствуем счастье, понимаете? Мы не чувствуем любви к природе. Когда человеку как бы тяжело, когда сердце падает на снег, как бы вихрь кружится. Надо любить природу нехорошо. И тогда ты победишь судьбу. Вы увидели это все. То есть это значит, мать приняла вас. Стресс скоро пройдет. Вам нужно полюбить природу. В этот момент, когда вам плохо. Вам надо перешагнуть через свои мысли. Через мысли, которые вас манят в пропасть. Понимаете? Перешагнуть через них. Нужен сильный рыбок. Нужен пример. Допустим, видите, люди бегают, допустим, по Москве там, в парке. Это то, что надо. Смотрите им в глаза. Они идут, они побеждают судьбу. Вам надо стать таким же. Перестаньте мучиться, страдать. Вы убиваете себя. Если человек думает о проблеме, он разрушает свою жизнь. Нужно думать о природе, думать о Боге, и тогда проблемы решаются, вопреки ожиданиям. Люди искренне верят. Чем больше я думаю о проблеме, тем быстрее я нарешусь. Ничего подобного. Надо отвлечься к ней. Человек отвлекается только на любовь или силу. От природы идет и любовь, и сила. Вот, допустим, вы в прорубь залазлили, где течет его, от проруби идет какая энергия. Вот, допустим, у вас все разрушено в жизни, вас никто не любит, вы не можете спать. Идете в прорубь. Сердце на снегу, в прорубь на прорубь. Из проруби вылазите. Дальше что? Отлично, а дальше? Это называется сила природы. Сила природы. Понимаете? А любовь природы означает красиво все. Красиво. Радостно, счастье. Человек должен отвлечься. Понимаете, когда... Отвлечь невозможно. Это же сила, она тянет тебя с собой. Плохие мысли, у тебя все разрушается в жизни. Это сила. Отвечься невозможно. Но если ты другую силу услышал, увидел. Или любовь. Потому что память может привлечь или любовь, или сила. Или все вместе. Если ты и силу природы чувствуешь, и любовь, тогда ты победил судьбу. Тебе... Вот это чувство надо испытать. В этот момент, когда ты все сковано, все плохо. Иди, беги по лесу. Беги по лесу. Я, когда был в Польше, вот сейчас только приеду. Там бегал по парку. Видел одну девушку, сранцем такая шла девушка. Ну, обычно одеждаю такое женское платье. Идет, идет такая. Я бегу, улыбаюсь, радуюсь всем, желаю счастья. Она такая грустная, идет такая. Ну, стресс почувствую. Она такая идет. Она убедила в мои глаза такие. Я бегу, радуюсь, желаю всем счастья. Ей желаю счастья. Бегу, радуюсь. И она такая... И побежала. Прямо сранцем, прямой батюшке. Побежала впереди меня. Она быстро побежала вперед. Потом пошла, пошла немножко. Прошла, опять побежала. Говорит, прошла, опять побежала. И так несколько раз. Потом смотрю, она и лучше стала. Все. Она осталась с природой. Она разорвала стереотипы жизни. На природе же нельзя бегать. Знаете вы? Нельзя улыбаться. Не видеть у живых, ну как улыбаться. Нельзя. Бегать тоже все подумают, что ты сумасшедший, что ты здесь бегаешь. Ходи как все. Лучше медленнее, вот так аккуратно. Ну нельзя, понимаете. Нельзя как бы. В батюшке особо на что побежала сранцем. Вообще смешно. Нельзя бегать на природе. Нельзя улыбаться. Надо делать умный вид там. Что-то такое. Но она побежала, понимаете. И обрадовалась жизни. Обрадовалась деревьям. Обрадовалась всему, что ее окружает. Несмотря на то, что ей было плохо. Вот это и есть правильное мышление. Понимаете. Правильное прибежище. Человек должен сначала найти прибежище у своей матери. Когда у меня был стресс, я в это время очень хорошо молился. Я побеждал судьбу, но у меня таяли силы. И в конце концов я дошел до такого состояния, что у меня нет силы вообще жить. Я не могу кушать. Я ничего не перевариваюсь. Не могу спать. У меня бессонница началась. Почему? Потому что последовательность события я выбрал неправильную. Сначала человек должен принять прибежище у матери природы. Потому что тело без нее жить не может. А стресс означает, что все твои силы уходят туда. Но не так. То есть они тебя разрушают временно. Ты становишься слабее, худеешь. Тебе плохо. Ты ничего не можешь с собой сделать. У тебя плохие мысли тяжелые. И что в это время нужно сделать? Рывок. Рывок означает жизнь. Вот допустим, я когда растения пересаживаю, допустим, помидоры из тетлицы в землю. Одни выживают, а другие нет. Я смотрю на растения, наблюдаю. Это, скорее всего, не выживает. Почему? Оно не готово делать рывок. Для того, чтобы жить дальше в новой среде. Пример стресс означает менять среда твоей жизни. У тебя, может быть, не будет мужа уже. Не будет работы. Не будет этого города. Не будет этой страны. Еще чего-то не будет. Все меняется. А когда идет война, то вообще капец. Все может просто быть разрушено твоей жизни. Тебе надо ехать непонятно куда. А когда-то начинает жить заново. Я в Красноярск приехал. Там банщик какой-то. В бане работает. Я смотрю, как бы вообще не банщик человек. Интеллигентный такой. Развитый. Я говорю, почему банщиком работают? Он говорит, я работаю там, где Бог дал. Я говорю, здорово. Отлично. А откуда вы? Он говорит, я из Донецка. Там война. Всех поубивали. Я приехал сюда. Начал жить. Заново. И где Бог дал, там и работаю. Я говорю, отлично. Пойдем в прорубь купаться. Там не прорубь. Там не сей река такая. Что-то. На берегу это реки Баня. Я говорю, я пошел в реку. Ты со мной? Он говорит, я пока еще нет. Холодная река очень. Он всегда холодный. Но когда выходишь, жить заново начинаешь. В славу. Очень многое на это. Такое бывает. Всякое может быть в жизни. Бог специально создал эту жизнь для того, чтобы мы попадали в такие ситуации. Чтобы проверить нашу веру. Мы должны верить в Бога. Бог напонял любовью, здоровьем этот мир, природу. Мы должны в это верить сначала. Потом дальше, когда тебе уже легче стало, ты чувствуешь, что природа тебе дала силы. Кушать начал, спать начал. Мысли не проходят. Дальше добрые люди. Следующий этап. Найди друзей, которые тебя понимают. Найди добрых людей. Не оставайся один в этом состоянии. Будь рядом с людьми. Стой. Когда ты нашел правильное общение, твое сердце начнет чувствовать счастье. Несмотря на стресс. Вот все рушится в твоей жизни. Все плохо. Как плохо? Олег Геннадьевич, вы даже не знаете, как неплохо. Вы сейчас говорите, у меня особый случай. У меня вообще капец. Да, вот я об этом говорю сейчас. Начало природы. Рывок природы. Топу поднять не можете. Не хотите на природу? Умирайте. Хотите жить? Помидорка правильная. Вы правильная помидорка. Вы хотите жить? Не завидать. Рывок можете сделать? Значит, будете жить. Кто весел, тот смеется. Кто хочет, тот добьется. Кто ищет, тот всегда найдет. Если вы правильная помидорка, вы хотите жить? Начинаете с природы. Идите, бегите. Идите. Не можете бежать, идите. Не можете идти ползать. Я серьезно говорю. Идите на природу. Что-нибудь двигайтесь там. Движение – это жизнь. Не стоит это. Надо двигаться. Дальше добрые люди. Если у тебя желание не покидает тебя, ты потерял близкого человека и оставайся отдельно. Сначала природа, потом добрые люди. Надо сначала… Ничего смешного. Сначала иди на природу. Бог разрушил твою судьбу для того, чтобы ты в Него поверил. Он… Вы скажете, почему так? Потому что ты в Него не верил. Если бы тебя… Если бы ты в Него верил, стресса бы не было. Понимаете? Стресс означает, ты верил в Него. Что надо? Твоя жизнь найми. Шла не туда. Ты верил в счастье на этой земле. Верил в человека. Поэтому он все потерял. Если бы вы говорите, Олег Иначачал, у меня все хорошо. Мне так хорошо. Извините. Будьте осторожны. Если так все нормально, и вы стремитесь куда надо, вы не будете в этом мире растворяться здесь. У меня это растворение предназначено. Понимаете? Здесь в муках рождаются, в муках умирают. Что за растворение-то? Вот представляете, кругом чума такие все умирают, вы выходите таким… А у меня все хорошо. Ну скоро тоже будет чума. Она заразная болезнь. И балдеи раньше времени. Здесь не место для балдежа. Но если человек понимает, что этот мир предназначен для побед сначала природа, потом добрые люди. Добрые люди что дают человеку в сердце? Что в сердце появляется? Доброта. Доброта. Что это такое доброта? Это когда ты забываешь про свое желание. Забываешь про то, что ты хочешь. Это называется доброта. Когда человек не может заботить на свое желание, это называется злой человек. Почему люди злятся? Почему собака бывает только от кусачек? Только от жизни собачьей. Понимаете? Люди почему злятся? Потому что желание не выполнено. Они не Бога выбрали, а мстить, злиться, не любить, ненавидеть, в депресситете находиться. Есть разные варианты относиться к тому, что желание не выполнено. Но есть только один правильный путь. Это обратиться туда, что отвлечет тебя от желания. Отвлечься не означает уйти с пути. В данном случае отвлечься означает привлечься. Ты не отвлекаешься от желания. Ты привлекаешься туда, куда надо. Ты привлекаешься к Богу. Сначала Бог действует через природу, потом через добрых людей. Какой результат? Вот Бог, допустим, подействовал, ты с добрыми людьми встретился. Какой результат? У тебя в сердце доброта. Начинаешь всем улыбаться. Ты не мурый, уже несчастный, а улыбаться начинаешь. И начинаешь дарить всем эту доброту. Это значит, что ты встретил того, кого надо. Встретил Бога через людей. Бога сначала человек встречает через природу, потом через людей Бога встречает человека. И только потом он сам показывается. Перед человеком, когда он наполненный. Ну, представьте, человек, допустим, не может спать, не может есть. Пошел сразу в храм. Дальше что? Он там может накочуриться. Почему? Потому что не хватает энергии природы. Надо к матери сначала наполниться, потом добрым людям. Для чего? Для того, чтобы по-доброму настроиться. Некоторые люди после стресса сразу пошли к Богу. И дальше у них сердце ожесточилось. Они выходят из храма. Бога любят сильно. Людям как относятся? Жестоко. Бог. Вот вы все грешники. Ладно, поделки. Благословляют всех. Означает неправильное мышление. Конечно, надо всегда сразу к Богу. Конечно. Но по дороге посмотреть на природу и на людей. Иначе как бы нет смысла жить. Понимаете, если ты ожесточен к людям, зачем ты святой? Ты зачем Богу молишься? Для чего? Ты не любишь людей. Зачем ты ему молишься? Что он тебе даст? Еще больше не любовь к людям? Конечно, он даст тебе любовь к людям. Но по дороге ты можешь разрушить свою семью. Стать полностью асоциальным человеком. Понимаете? Это тоже вариант идти сразу к Богу, когда у тебя стресс. Забыть про все. Идти сразу к Богу. Тоже вариант, когда уже все, нет выхода. Ты станешь монахом, будешь жить один. И постепенно полюбишь сначала людей, потом природу. Это тоже вариант. Если человек идет к Богу, он всегда выигрывает. Понимаете? Вопрос только какой ценой. Поэтому человек не должен забывать, что этот мир есть. Что есть святые, есть люди добрые. Это все есть. Ничего не пропало в результате твоего стресса. Это ты просто все это не видишь сейчас. Но это не значит, что этого ничего нет. Ты скажешь, меня окружают только плохие люди. Так действует стресс. Те окружают только плохие люди, потому что Бог тебя учит. Искать хороших людей. Научись искать это. Научись, включи свою возможность. И когда ты найдешь добрых людей, у тебя в сердце появится то, что сейчас вы услышите песню. Ты знаешь, что ты с ним встретился? Сейчас в сердце ожесточение, не сочувствие, не справедливость. Я пришла к вам верующим людям. Что вы со мной сделаете? Верующие люди по поводу ничего не сделают. Они имеют доброту к людям, верующим людям, и доброту к природе. Это признак того, что они верующие. Они не зашоренные, не отчужденные. А отречение – это другое. Отречение означает, что человек ничего себе не хочет. Но это не значит, что он не хочет ничего для других. Отречение означает, что человек любит людей, любит природу. Что такое любовь к людям? А если не можете говорить, что этот мир весь соткан из зла и горя, я не могу нарисовать или иначе, это значит, что вы не встретили добрых людей. Потому что Бог действует, побеждает стресс через добрых людей. Не через психологов, не через астрологов, не через тренеров. Через добрых людей. А если психологи, астрологи и тренера – добрые люди, значит, еще лучше. Он будет с удовольствием через них действовать. Но если вы приходите к психологу, астрологу или тренеру, он смотрит на вас, говорит, «Сегодня платье вы можете не покупать». Советы дают такие. На вас крест-одиночество. Вас не будет ни мужа, ни детей, ни в жизни. Эй, ты же. Замечательно. Добрый человек. Самое доброе занятие у этих людей – это разрушить человеку веру в то, что у него будет смысл его жизни. То есть, понимаете, женщина рождается для того, чтобы быть замужем, рожать детей. Если добрый человек говорит, что это невозможно, значит, что он тупой. Он не понял замысел Бога. Бог не хочет у нее ничего отменить в жизни. Он хочет, чтобы она сдала экзамен. Одна женщина ко мне подходит и говорит, «Олег Геннадьевич, я когда вышла замуж, у меня произошла инфекция, мне вырезали все по-женски. У меня не могло быть детей». Я начала молиться Богу и взяла двух детей на воспитание. И чувствую себя счастливой. «Это мои дети или не мои?» Она на меня спрашивает. Ну, она говорит, «Ты знаете ли ты иначе?» «Ну, только не надо меня уговаривать. Скажите, это мои дети или не мои?» Я ей спросил, «Это вы мне скажите, это ваши дети или не ваши?» Она говорит, «Мои». Хочу спрашивать тогда. Не верите Богу, что это ваши дети. Бог вам дал ваши дети. Не обязательно дети вылазят из меня, значит, в мои. Они могут по-разному появиться в мою жизнь. Мои дети. Мои. Видите, ничего не может стать препятствием для женщины иметь детей. А тем более мужа как бы иметь ничего не может быть препятствием. В чем может быть препятствием для вас иметь мужа? Вот скажите. Вы женщина родились. В чем может быть препятствием? Кроме вашей глупости. Если вы почитали, она постоянно «Ой, я не знаю». Ну, кому такая кислая нужна? Запомните, женщина всегда означает только один вкус. Есть шесть вкусов. Какой вкус женщина означает? Сладкий. Запомнили? Сладкий. Больше нет вариантов. Кислый, горький, соленый, острый. Только сладкий. Только сладкий. Откуда берется сладкий вкус? Сладкий вкус. Берется от сладкого восприятия мира. Наполняйся сладким вкусом. Вот откуда пчелы берут сладкий вкус? Они в навозную кучу летят, нет за сладким вкусом? Нет, бардак кругом, страна плохая. Летят туда, нет, пчелы, за сладким вкусом? Нет, бардак нужен какой-то. Фу, практичная отдохнувка плохая. Летят туда или нет? Нет. Керпатию вокруг. Прожиточный минимум падает. Летят пчелы туда или нет? Нет. В деловую обстановку не летят пчелы? Цветки такие крутые. какие стоят. Пальцы белые, цветочки такие стоят. Летят туда пчелы за сладким вкусом, нет? Это деловые, там ничего нет, понимаете? Там нет сладкого вкуса. Это декоративные цветочки просто. Они модные просто, и поэтому поставили для понтовых. Но там нету, они цветут, эти цветочки, они искусственные, понимаете? Они красивые, крутые, современные. Кебаб, суши там, современные, понимаете? Но там ничего нету. Там даже хлеба нет натурального. Просто понты и все. Туда все идут наесться понтов, чтобы потом живот разбух и все. И почувствовать сытость. Пчелы куда летят? Настоящим цветкам, которые пахнут ароматом. И женщина должна лететь туда. Она должна искать настоящие улыбки у настоящих людей, которые могут ее обнять, которые могут поцеловать, которые могут ей сказать добрые слова. Она должна лететь к этим людям, а не к своей мысли, что я одна. Потому что эта мысль имеет горький вкус. А твоя судьба, которая тебе дает направление, имеет кислый вкус. А работа твоя имеет соленый вкус. А сладкий вкус – это добрые люди, которым ты должна служить. Пчелка служит растениям. Она прилетает туда, берет туда эту пыльцу и внесет на другое растение. Она даже сама не замечает, что она служит растениям. Они отыряются каким-нибудь. Она не знает об этом. Она просто сладкий вкус. Так и женщина, которой надоело думать о том, что она одна, она идет просто, ой, моя хорошая, улыбается, обнимается, улыбается людям вокруг по дороге. Я могу определить легко, кто выйдет замуж, кто нет. Мне даже не надо сосредоточиться на жизни человека. Я иду по дороге, смотрю, девушка идет, улыбается все. Вот к людям просто. Скоро замужем. 100%. Не улыбается, значит, убирает. Это ваш выбор. Или помидорка выживает и ей завидает дальше. Просто переключение сознания и все. Помидорки достаточно этого. Переключиться. Сказать «нет» в этой почве тоже есть жизнь. Я могу жить так. Не с тем, что у меня было, не с этим человеком. Я хочу быть только с тобой, и я буду только с тобой. Нет. Есть жизнь дальше. На человеке все не ограничивается. На этой стране все не ограничивается. На этом городе все не ограничивается. На этой работе все не ограничивается. На этой семье все не ограничивается. Бог бесконечен. Жизнь прекрасна. Все бесконечно в этом мире. Ничего не останавливается. Убить этот мир сначала убить природу. Тебе появятся хотя бы силы кушать и спать. Потому что ты даже это нормально уже не можешь делать. Потом убить людей добрых. Начнешь на своем окне рисовать новый мир, который нужен мне. И который разрушен в твоем сердце, а который нужен мне. Новый мир тебе нужен. И старый. Старый уже все, это у тебя закончилось. Стресс не просто так возникает. Он заставляет человека идти в новую жизнь. Новый мир. Человек должен уметь это делать. Он не должен зацикливаться на том, что уже прошло. Все это уже, этого уже нет. Все. Забудь про это. Что делать? Помидорки. Чтоб не завидать. Сказать, имщик, дорогой мой друг, вези куда меня, куда хочешь. Все, я тебе доверяюсь. Мне некуда больше спешить. Мне нет, как бы, я не знаю, куда мне спешить. У меня все закончилось. Я, как бы, не вижу счастья. Равнины у меня мрачные. Вот. Все плохо. Но я хочу жить. Означает служить. Означает любить. Означает заботиться. Означает кому-то доверять. Имщик его везет. Он добрый. Он готов не гнать ложки. Или гнать. Потому что, видишь, человек страдает. Вот. Ну, если ты такой хороший человек, будь моим другом сейчас. Вези меня туда, куда ты считаешь нужным. Я пойду же с тобой. Все, помидорка начала выживать. Она приняла ту почку, ту воду, то солнышко, которое ей предоставили в этом месте. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok